Учелы строят соты из вашей вощины, вы, я думаю, знаете, да? Первое, с чего они начинают, они берут этот лист и начинают эти края потихонечку растягивать, которые добавляют свой воздух. Вощины из-за внуса, которые я держу в руках, то есть в позапрошлом году получается. Десять магазинных рамок, поставленные вечером, к десяти утра уже были все оттянуты и частично уже залиты. Не на всю длину были оттянуты, но крайние рамки меньше, центральные больше, и уже пчелы начали работать. Я такого в жизни своей никогда не видел, и теперь я свою вощину делаю со своего запаса. Я его просто собираю отдельно, перетапываю и делаю себе вощину. Есть уже у меня там несколько людей, которые прошли в этом году. Минимальная партия воска, чтобы сдать на вощину. Любая. Десять, пятнадцать. Любая. Сколько вы хотите, сколько вы сделаем. Единственное, что это по времени тяжело. Потому что из машины мы выдавим, а весь брак придется переплавить и запустить еще раз. Ну, то есть все равно вощина не получается. Скажет, с первого раза идеальная. То есть чем уже лист, тем сложнее поймать размер. То есть здесь края бывают рваные, всякое-всякое-всякое дефекты. Поэтому вот наша партия, то есть грубая, там десять килограмм, это мы будем три дня с ней возиться. С марта месяца, с конца марта месяца я такие заказы уже не принимаю, потому что начинается сезон. Вот. Это октябрь до конца марта. Больше, больше невозможно. Потому что начнется поточное производство, мы уже не сможем этим заниматься. А вот сегодняшнего дня есть. Все же. Мы до конца марта такие заказы выполнены. Теперь я вам хочу показать, что вы можете проверить в магазине. Это ващина, я взял в моем понимании обычную, да? Обычную. То есть из темного воска желтой она не будет. Вы должны это понимать. Если вы взете черный воск, вам будет желтую ващину каждый раз. То понимаете, что там либо краска, либо еще чего-нибудь. Ну, других вариантов просто нет. То есть, либо кислота, которую пчелы очень плохо перевернуты. Она все равно в воске остается. Вот, запах этот. И она должна вылеживаться там месяц, пока она будет вылезать. То есть, в магазине, в теплом помещении. Вы берете лист и вот так вот сгибаете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нормальный результат. Одиннадцать, двенадцать. Берем китайскую. Видите, красивая желтая, да? Сгибаем. Температура общая. Ехали в одной машине. Согнул. Раз, два, три, четыре. Все понятно? Еще надо что-то объяснять? Нет. А с таким же сталкиваемся часто? 30% парафин, 70% воск. Причем воск китайских пчел, которые хуже по плотности, по твердости, чем наши. У нас есть ребята, которые возят и меняют восчину килограмм на килограмм без доплаты. Есть такие ребята? Вы, наверное, сталкивались, да? Слышали? Нет, потому что невынимаемый остаток в машине порядка 16 килограмм. Теперь это все выдавливается. Это повеска. Машина, которая режет и автоматически его складывает. То есть она настраиваемая, то есть можно длину подогнать, можно подогнать ширину, но больше, чем 260 сделать невозможно. То есть это размер прессующей камеры. Чем хороша украинская вощина, которая делается на таких машинах? То есть вы, наверное, не знаете, никогда не слышали. Значит, этот воск проходит на минимум 5 стадий прессования. Вернемся назад, я покажу. Значит, на машине есть барабан, на который он охлаждается водой, на него налипает воск тонким слоем. Дальше стоит нож, который его обдирает с этого барабана. И за счет обдирки он как бы уплотняется, спрессовывается. Дальше брус, который стоит, это цельная железяка вот такого размера, прикрученная 20, ну 30, наверное, шпильками к станине металлической станка. Я не знаю, какое там давление, там, наверное, десятки тонн в точке давления, потому что с ножа обдираемый воск проходит прессующую камеру. Она как фельера, то есть она этот воск уплотняет и смешивает. И выходит лента толщиной 4,8 мм из барабана, то есть это первое уплотнение. Дальше стоят плоские вальки, вот вы видите, такая стоечка как бы с ручками сверху. На них эта лента из 4,2 мм превращается в 1,2 мм, еще раз уплотняется. То есть воск как бы прессовывается, прессуется, прессуется, становится максимально однородным. На второй машине гравировочной лента 1,2 мм превращается в ту, которая практически не имеет в основании ничего. То есть здесь 0,35-0,25 мм толщина самого воскового основания внутри ячейки. То есть она фактически вальцами раздавливается на грани вокруг, а внутри ничего не остается. То есть это еще раз уплотняется. Ни одна другая машина в мире таких вещей не делает. Это придумал Ломакин там 150 лет назад или 130 лет назад, его открытие. И эта вальчина по качеству. То есть когда немцы ее брали в руки, они говорят, пластик. Они не верят, что такая бывает. Они делают наливом на гравировку, она выходит мутная, рыхлая и не имеет прочности. То есть из-за того, что нет вот этих этапов подготовки места. То, что делается на ручных вальцах, никогда в жизни не повтори фабрично. Никогда в жизни. То есть она будет другая. Во-первых, это другая трудоемкость, но и она по качеству будет другая. Потому что нужно отлить форму лист, потом ее прокатать через гладкие вальцы, потом прокатать через гравировочные вальцы. То есть она не получается. Это вальчинный цех, который делает воск, картинка. Это большая машина, сотка. Там уже ремонт сделали, он фотографировал в старенькой. Воскотопки пропустили. Экономика. Вот по поводу килограмм на килограмм. На этой диаграмме разрисована стоимость вальчины. Стоимость реально, с чего она состоит. Надо было, наверное, зарплату сделать красненьким. Ну, она, в принципе, выглядит. Зарплата, видите, рыженькая, зелененькая, это энергия. То есть нагрев, вода. Все платежи, которые непосредственно идут на потери и прочее. Это бумага, скотч, ну, короче, все, что непосредственно идет на производство. То есть все вещи, которые связаны с непосредственным производством. Транспортные расходы, то есть доставка, перевалка и так далее. И доход. Вы видите, сколько занимает доход в этой всей цифре. Так что, вощинный бизнес, это то дело, которое может вас обеспечить куском хлеба, но никак не на майбах вы не заработаете. Если это делать так, как мы делаем. Это просто вот работа, которая кормит определенное время в году. То есть сезон 3-4 месяца, не больше, понимаете? С середины апреля до конца июля. Все. Дальше это производство, то есть загружено другим. Забросного меда не получится, да? Потому что его недостаточно для такого объема. Кого? Возду. Вообще, вы делаете забросом, большие партии не получится. У нас же есть большая машина, вы видели, она вырабатывает 100 кг в час. Есть маленькая, которая делает 50 кг в час. Поэтому для больших партий воска мы даже не разговариваем о загрузке махонькой этой машины. Она работает для обслуживания нашей пасеки большой и личного хозяйства, и друзей. И для выполнения вот этих частных небольших заказов, понимаете? Потому что делать на ней большую партию очень тяжело. То есть у него низкая производительность по времени, а затраты те же. Можно там руки греть и так далее, это сложно. Поэтому она специально поставлена для производства этих небольших партий. Вот доплата, это вот там, грубо говоря, в эту цифру вложено все. У нас доплата в магазине, мы меняем 5,5 кг воска на пачку овощины, и доплата 10 гривен за килограмм, за переработку. Пока мы цены не поднимали. Для оптовиков, те, которые привозят по многому, то есть в 200-300 кг в неделю, те, кто приезжает, меняют, у них доплата 8 гривен за переработку, они платят непосредственно за работу, и коэффициент 0,95. Этот коэффициент не дает возможности оставить какие-то кусочки воска, еще чего-то. То есть там ничего нет. Есть фотография зачищенной машины после довальческого сырья. Сейчас я попробую показать. Это просто было поразительно. 211 кг загрузили воска, относительно чистого, внешне, и вынули 8 килограмм 800 грязюки с одной этой машины. Причем грязюка это... Ну вот на дне, знаете, посмотрите. Вот это то, что осело из чистого воска на дне, в баке. Видите? 8 800, это коэффициент обмена. Видно, нет? Камнику не обманывали. Просто осевшая мерва, грязь и все остальное. Мы понимаем свое оборудование. Нечищенный был совсем. Воск внешне был нормальный. Он, ну как, знаете, как точечки, крапления внутри. То есть оно такое вот. Можно было еще раз перетопить, оно бы осело. Но так как человек привез довальческое сырье, его аккуратненько вынули, пакетик завязали, и мы вместе со всем вернули. Вот. Я был просто поражен, потому что это с такого объема, это почти там 4,5 процента. Он просто осевал шею. То есть, если бы мы это поменяли, то мы бы там еще и добавили. Поэтому есть и в этом деле свои риски, как бы.